Привет друзья! Галине Польских предложили роль 13-летней девочки, и она сыграла ее так, что зрители даже не заподозрили, что актриса уже сама мама и воспитывает дочь. Слава пришла к ней в юности, и с годами ее популярность становилась все больше и больше. Актрисе удается вживаться в образ, и это происходит так органично, как будто она не играет, а по-настоящему проживает жизнь своего героя. У Галины Польских практически нет отрицательных ролей, ее героини искренние и добрые, светлые и домашние. Они готовы пожертвовать собой, лишь бы только у их близких все было хорошо. Первая слава и узнаваемость пришли к актрисе после проката картины «Дикая собака Динго», а потом популярность закрепилась еще рядом интересных проектов. Всего фильмография актрисы состоит из 150 картин. Родилась Галина Польских, 27 ноября 1939 года в Москве. Детские годы девочки пришлись на военное лихолетие, которое в 1941-м унесло из жизни ее отца. Он ушел на фронт в самом начале войны, и уже в ноябре 41-го семья получила похоронку, погиб на подступах к Воронежу. На долю матери легло воспитание детей, маленькой Галинки и старшего сына Виктора. Еще в военные годы мама заразилась туберкулезом, долго боролась с недугом, но справиться с ним не получилось, в 1947-м женщины не стало. Дети остались круглыми сиротами. Хорошо, хоть нашлись родственники, и они не оказались в детдоме. Витя попал в семью родственников по отцовской линии, Агалю забрала бабушка Ефросинья Андриановна, мамина мама, приехавшая в столицу из Белоруссии. Бабушка и внучка пытались выживать на небольшую зарплату уборщицы овощного магазина. Ютились в комнатушке площадью 9 квадратных метров, которую им выделил тот же магазин. Бабушка неустанно повторяла девочке, что нужно хорошо учиться, чтобы чего-то достичь в жизни. И внучка старалась не расстраивать единственного близкого человека. К тому же учеба давалась ей легко, любимыми предметами были история и литература. Кроме занятий в школе, Галя была активным участником художественной самодеятельности. Решение стать актрисой пришло к Галине, в старших классах, поэтому она не раздумывая отправилась во ВГИК и попала в мастерскую к Михаилу Рому. После рождения ребенка она взяла академку, а когда вернулась, то доучиваться пришлось с другой группой, руководителями которой были Тамара Макарова и Сергей Герасимов. Повезло Галине и с однокурсниками, которые приобрели всесоюзную славу, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Николаем Губенко, Жанной Болотовой, Сергеем Никоненко. После получения диплома вуза Галина Польских, вошла в труппу театра студии киноактера. Талантливая и обаятельная актриса, сыгравшая множество самых разных ролей, не была счастлива в личной жизни, поэтому и распались два ее брака, но она не жалуется на судьбу, ведь сейчас она не одна, дети всегда были и остаются, главное ее радостью и поддержкой, а одна из дочерей Галины Польских подарила ей еще и внука. В первый раз Польских, вышла замуж в 21 год, когда училась на первом курсе в ГИКа. Фаик Гасанов был третьекурсником, и Галина не могла устоять перед его настойчивыми ухаживаниями. Они не стали тянуть со свадьбой, а вскоре после нее родилась первая дочь Галины Польских и Рада. Ради малышки Галина Александровна прервала учебу, а после академического отпуска восстановилась во ВГИКе. Кинематографическая биография актрисы началась, когда дочка была еще совсем маленькой, Польских пригласили на главную роль в картину, дикая собака Динго, поэтому Галине пришлось совмещать работу с уходом, за маленьким ребенком. Дебют оказался успешным, после выхода фильма Польских обрела популярность, стала востребованной актрисой. Но вскоре в личную жизнь Галины вмешалась трагедия, погиб муж, и Польских осталась одна с маленькой дочкой на руках. И Рада стала настоящим спасением для Галины, в дочери она видела черты любимого мужа, и Ради малышки готова была пройти через все испытания. Прийти в себя после трагедии актрисе помогала работа, ее многое с удовольствием снимали в своих фильмах режиссеры, и это давало возможность отвлечься от черных мыслей. У актрисы было немало поклонников, но после смерти Фаика она не хотела ни с кем общаться, обрывая все попытки ухаживаний, пока не познакомилась с Александром Суриным, ставшим вторым мужем актрисы, и отцом младшей дочери Галины Польских. Красивое ухаживание Александра не оставили Галину равнодушной, и она впустила его в свою личную жизнь. Желание избавиться от одиночества, и обрести рядом с собой надежное мужское плечо, сыграли свою роль в том, что Польских сразу согласилась на предложение Сурина, стать его женой. Позже Галина Александровна говорила, что по-настоящему узнала своего мужа только после свадьбы, и поняла, что они никогда не станут родными людьми. Решение расстаться с Суриным актриса приняла несмотря на то, что уже была беременна своей второй дочкой, а когда Маша родилась, она ушла от мужа, прожив с ним не более года. И снова Галина Александровна осталась одна, теперь уже с двумя детьми. Это был один из самых сложных периодов биографии актрисы, ее редко приглашали сниматься, а из-за того, что дочки в штыки воспринимали любого мужчину, появлявшегося в ее жизни, Польских больше так и не вышла замуж. Тем не менее, Галина Александровна воспитала достойных детей, нашедших свою дорогу в жизни. Старшая дочь Галины Польских, после окончания факультета киноведения в ГИКО работает вторым режиссером. Она вышла замуж за Артура Хабарова, детей у пары нет. Младшая дочь актрисы Мария Александровна, в отличие от мамы и старшей сестры, не захотела связывать свою жизнь с кино. Она окончила Рудн, а во время учебы встретила свою вторую половинку. Муж Марии, гражданин Ливана, и она приняла решение переехать жить на его родину. В 1992 году Мария родила сына, единственного внука Галины Польских. Филипп Шеба учился в Рути, а высшее образование получил в Лондоне. Польских очень привязано к внуку, который до шести лет жил в России, пока не перебрался на родину отца в Ливан. Для актрисы было страшным ударом, когда в 2011 году Филипп попал в ужасную аварию, в результате которой лишился ноги. Внук Галины Польских обожает технику, особенно мотоциклы, любит гонять на них, и даже специальность, которую он выбрал при поступлении в университет, называлась дизайнер-инженер моторов. После долгой реабилитации Филипп восстановился, но остался без одной ноги, вместо которой у него теперь протез, однако это не помешало ему вновь сесть за руль не только мотоцикла, но и машины. Любимое блюдо польских – макароны, но в рацион мучные изделия включаются редко, кинозвезда всегда следила за фигурой в молодости, и сейчас, поэтому выбирает рыбу. При росте 165 сантиметров вес актрисы колеблется в пределах 70 килограмм. Хобби киноактрисы – садоводство. На своей даче в поселке Мосфильма «Женщина» проводит свободное время, читает книги Антона Чехова или Федора Достоевского. Современных авторов, вроде Александры Марининой или Дарьи Донцовой не воспринимает. В 2015 году программа «Идеальный ремонт» посетила Галину Александровну в ее квартире. После улучшений, проведенных бригадой дизайнеров, кухня актрисы преобразилась. Снежно-белый тон, преобладающий в интерьере, заменили на цвет ванили с кремовой патиной, и помещение приобрело уютный и теплый вид. А в 2016 году съемочная группа той же программы побывала в загородном доме Галины Александровны. Чтобы удивить звезду театра и кино, ведущие отвели актрису к косметологу на омолаживающие процедуры. В апреле 2018 года актриса, Александра Урсуляк, выложила в Инстаграме фото старшей коллеги. Фолловеры заподозрили похорошевшую Галину Александровну в пластике лица. Врачи-косметологи сочли, что не обошлось без блефаропластики, ботокса и филеров. Пока одни восторгались обновленным внешним видом польских, другие с огорчением отметили, что в попытке стереть возрастные изменения с лица, артистка потеряла себя. В августе 2018 года актриса опровергла прошедший ранее слух о ее госпитализации. Галина Александровна действительно обращалась в поликлинику, но для обычного планового обследования. «Это все ложь и неправда», прокомментировала звезда выдумки журналистов, отметив, что с ее здоровьем все хорошо. В 2020 году снова прошел слух, что артистку собираются класть в больницу, это связано со скачком давления. В интервью Галина Александровна сообщила, что находится дома и в лечебное учреждение не собирается. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.